Друзья, привет! Сегодня я хочу рассказать о том, как вести учет финансов в бизнесе через Excel. Ну и не только через Excel. После последнего видео, где я рассказывал о компетенциях предпринимателей, я рассказывал о финансовом учете, там я упомянул, что каждый предприниматель должен уметь работать в Excel. И мне посыпались вопросы, как в личку, так и в комментариях. Покажи, как ты учитываешь финансы, покажи, как это правильно делать. На что я сразу хочу сказать, что, возможно, я делаю неправильно, но я хочу показать, как это делаю я и хочу рассказать небольшие фишечки. Итак, надо вначале сказать, что в первую очередь я научился работать с финансами, пройдя курс от нескучных финансов. Вот их сайт сейчас я покажу. И все следующие шаблоны, которые я буду показывать и рассказывать, мне дали их на курсе. У вас тоже есть шанс скачать бесплатно эти шаблоны, там просто надо будет указать свой e-mail адрес. Вот, значит, здесь заходите к ним на сайт, ищите, где у них здесь есть шаблоны, оставляете свой e-mail, и вам бесплатно высылают шаблоны. И у вас появляются вот такие шаблоны. Смотрите, вот этот шаблон называется DDS. Это шаблон, это отчет о движении денежных средств. Что здесь делаете вы? Вы просто проставляете дату, допустим, вот как здесь 22-12, выставляете сумму. Если это сумма приход, то она обязательно должна быть положительной. Если это расход, то обязательно ставим со значком минуса. И выбираем счет. То есть здесь у нас счета, там расчетник, карта, нал, яндекс и так далее. И все вот эти отчеты вы можете настроить сами. То есть у вас может быть два расчетных счета, там карта или наличка, или просто касса. То есть у меня настроено это по-своему, это все делается здесь в Excel. Ну и стоит сразу сказать, что в целом все это делается в Google Doc, а не в Excel на компьютере. Потому что в Google Doc все это сделать гораздо проще, и это будет удобнее, потому что вы сможете дать доступ к этому отчету, допустим, своему сотруднику. Так вот, дальше вы выставляете направление, допустим, оптовое или общее. У меня вот здесь, кстати, стоит там розница, опт и так далее. Контрагент прописываете и назначение платежа. Статья расходов и остальное он заполняет сам. То есть что происходит дальше? Во-первых, вы можете каждый месяц посмотреть, сколько денег вы потратили, во-первых, на каждое направление, то есть как у меня это три интернет-магазина. Вы можете посмотреть, какому контрагенту вы когда сколько заплатили. И в дальнейшем у вас появляется вот такой сводный отчет, где по каждому месяцу видно, сколько денег вы получили, сколько денег вы потратили, на что вы потратили. И в конце вы можете уже из этого отчета собрать другой отчет, который называется отчет о прибылях и убытках. У них тоже есть специальная для этого модель. Смотрите, как она выглядит. То есть вот здесь вот месяца, то есть это все тестовые цифры, я везде свои честные цифры скрыл. То есть надо сразу сказать, что этот отчет вы можете выстраивать сами под себя, но очень стоит вначале попользоваться их шаблоном, если вы этого никогда не делали. Вот смотрите, что здесь получается. Выручка, выручка. И начинаем. Прямые расходы сюда записали. Общепроизводственные расходы. И пошла у нас валовая прибыль. Вычитаем оттуда косвенные расходы. Получается у нас операционная прибыль, то есть EBITDA. И вычитаем оттуда кредиты, амортизацию. И получается, что чистая прибыль вот у нас здесь минусовая, здесь плюсовая. То есть только после того, как вы соберете такой отчет, вы можете точно понимать, что вы работаете либо в плюс, либо в минус. И здесь на самом деле самое важное, чтобы вы работали честно. То есть надо быть честным самим перед собой и учитывать абсолютно все расходы. У них на курсе, когда я проходил, вот кстати, вот этот отчет о прибылях и убытках, он знаете чем показателен? Он показателен тем, что здесь учитывается амортизация. То есть по сути своей у них там это была автомобильная база какая-то или там логистическая контора. И вначале никто не учитывал эту амортизацию. И получалось, что прибыль вот здесь вместо минус 200 тысяч, она получалась полтора миллиона. Да там нет, миллион сто. И вроде бы собственник смотрит, все классно, блин, выручка хорошая, прибыль миллион рублей. И начинают эти деньги тратить. А потом, когда фура сломалась, начинается полная беда. Вы начинаете думать, а где же вам взять деньги? Поэтому надо максимально точно подходить к этому. Сразу скажу, что я вот этим отчетом о прибылях и убытках не пользуюсь. Я пользуюсь своим. Сейчас я вам его покажу. Я его составил специально для себя. Цифры я все здесь поменял. Значит, что здесь получается? У меня есть четыре направления. Это кекшенка, рукопашный бой, кулак и отдельно магазин в Москве, я считаю. Значит, сюда мы вставляем оплата товара поставщикам. Мы сразу вычитаем рекламные бюджеты, оплата услуг фрилансеров. И это у нас прямые расходы. И прямые расходы следующие, вот здесь они завязаны только на Москву. Это эквайринг, который торговый, зарплата в Москве, командировки, когда мы туда ездим, аренда и так далее. Все остальные расходы, они косвенные. То есть они ложатся у меня сразу на все три интернет-магазина. И сюда у меня входит аренда, транспорт, зарплаты, оплата сервисов, расчетно-кассовое обслуживание, оргтехника, эквайринг за платежи в онлайне. И после этого я получаю прибыль до налогов и до кредитов. Я для себя считаю именно так. И в конце у меня получается чистая прибыль. Все цифры здесь, они условные. Я просто показал как модель для себя. У вас эта модель, она может быть либо сложнее, либо проще. Но обязательно стоит и обязательно надо следить за своими финансами. Также помимо вот этих вот двух отчетов, у них есть отчет о балансе, который я специально не скачал, потому что я до сих пор с ним не очень сильно дружу. Но у них есть еще пример финансовой модели, который вы тоже можете скачать у них на сайте. Для чего нужна эта финансовая модель? Вы хотите открыть какой-то проект или вы хотите рассчитать, на что вы можете повлиять в своем бизнесе, чтобы улучшить результат. И вы заносите сюда абсолютно все, что надо. И после этого смотрите, как изменится ваша чистая прибыль или ваша выручка, если, допустим, у вас изменится конверсия на сайте. Потому что надо понимать, что иногда проще и гораздо лучше изменить конверсию сайта на полпроцента, чем вложить в рекламный бюджет несколько сотен тысяч рублей. Потому что эти полпроцента могут быть гораздо выгоднее, чем вложить в рекламу лишние полмиллиона рублей. И вот эта финансовая модель, которую вы составляете сами, основываясь на своем видении своего бизнеса, она является очень классным показателем. Что иногда не надо вкладывать большие рекламные бюджеты, а достаточно работать с тем, что у вас есть. Допустим, возвращать своих покупателей назад. Если вам, в принципе, непонятно то, о чем я сейчас рассказал, поверьте мне, тоже это было вообще темным лесом для меня до тех пор, пока я не прошел курс у Нескучных финансов. Я не знаю, сколько он сейчас стоит, давайте посмотрим. Так, ну у них тут разные продукты, я на них как бы подписан. Вот, у них разные продукты есть, есть курсы. Я проходил интенсив. Это два дня, мы садимся с ноутбуками и разбираем каждый свой проект. Я в тот раз отдавал что-то в районе 30 тысяч рублей. И вы знаете, я ни разу не пожалел. Потому что с тех пор я реально начал нормально вести финансы. Я начал понимать, что и как происходит в моем бизнесе. Там до меня дошло, что скидки направо-налево делать не стоит. И что большая выручка, это не значит большая прибыль. Что не всегда при помощи скидок и так далее, увеличив выручку, мы начнем зарабатывать больше. Мы можем даже уйти в минус. Вот. И так как я проходил у них курс, я вам в принципе готов порекомендовать их. У меня есть специальный промокод для скидки у них. Промокод будет написан в описании. Он дает 10% скидку, если вдруг вы надумаете. Но в принципе можно разобраться во всем самому. Следующее, о чем я хотел бы сказать, что сейчас я не веду свой учет именно вот в этом ДДСе и отчете о прибылях-убытках. Отчет о прибылях-убытках, да, я также создаю в Google Доке. Вот можете видеть, у меня здесь сентябрь, октябрь, ноябрь, Москва. Но отчет о ДДС, он немножко неудобно его ввести все-таки в Excel. Почему? Все очень просто. Если это касаемо каких-то там разовых трат, допустим, там с карты или там налички. Ну да, можно записать. Но, во-первых, это очень легко забыть. Потому что у вас нету приложения на телефоне и нету автоматической выгрузки с банка. Я сейчас пользуюсь сервисом Фенолог. Ссылка, кстати, будет тоже внизу. У меня там тоже партнерская ссылка. Мне небольшая копеечка упадет с вас, а вам будет небольшой бесплатный срок. Поэтому, если вдруг надумаете пользоваться Фенологом, пожалуйста, пользуйтесь по моей ссылке. От вас ничего не убудет, у вас ничего дороже вам не станет. В чем смысл и плюс Фенолога? Во-первых, это не Excel и у них есть автоматическая синхронизация с многими банками. То есть мой модуль банк интегрирован сюда в Фенолог и все траты, все приходы, они автоматически фиксируются в отчете о движении денежных средств. Если там какие-то траты идут с карты, то я могу загрузить выписку, либо быстренько записать руками. Опять же, доступ здесь есть и у меня, и у моего сотрудника. Плюс к этому есть отличное приложение, и когда я что-то там оплатил наличкой, я могу запросто быстренько на телефоне все это внести. Это гораздо удобнее, и пользуясь вот этим сервисом Фенолог, у меня на самом деле стало меньше проблем с учетом вот этих финансов. Потому что зачастую я заносил все траты и все там оплаты, все приходы денег вот в этот шаблон в Excel один раз в неделю. И за неделю я там заполнял воскресенье, я уже не понял, не помнил. Я вижу трата там в понедельник там с карты там 10 тысяч рублей. Куда потратил, на что потратил. И это уже получается не совсем честный отчет. Фенолог он стоит 3 тысячи рублей. Я согласен, это не дешевый сервис. У них при этом есть еще услуги, что вам помогают. Вот смотрите, забота. То есть вам еще дается консультант. Вот есть еще и с финдиректором. Вот у меня вот этот вот, все сам, 2 990. Я попользовался. Есть другие сервисы, я честно говоря их не смотрел. Но вот Фенолог мне прям зашел. Особенно классно тем, что у них есть своя группа, у них есть свой телеграм-чат. В котором очень часто обсуждаются насущные темы для таких вот предпринимателей, как я. Плюс к этому они проводят встречи в своем офисе. Они бесплатные. Я несколько раз там уже был. И плюс к этому сам основатель вот этого Фенолога, Михаил Смолянов, проводит курсы. У них, кстати, вот здесь тоже есть какие-то курсы, можете посмотреть. И там тоже ссылочка будет. По этой ссылке, по-моему, тоже вам будет скидка 10%. И я проходил их курсы, которые тоже стоили 30 тысяч рублей за 2 дня. И я хочу сказать, что это вот реально классные курсы, на которые стоит сходить. Я проходил у них по интернет-маркетингу. Где они как раз рассказывали очень правильные вещи. Не про то, как тыкать по кнопкам в Директе или в Таргете. А то, как правильно выстроить работу с подрядчиками. Как выстроить маркетинговую стратегию. То есть, ну реально очень умные ребята. Друзья, я надеюсь, видео понравилось. Если у вас остались еще какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях. Обязательно ставьте лайк этому видео. И пишите больше вопросов, чтобы я снимал видео для вас. На этом все. Всем пока. Продолжение следует...